Я хочу прочитать рассказ из книги, которая еще не вышла. Она должна выйти ориентировочно в конце марта этого года. Ее выпускает издательство «Самокат». Проиллюстрировал замечательный художник Егор Ёжиков, но это псевдоним. И пока она существует только в макете, поэтому я буду читать с компьютера. Но эта книга, как многие из моих книг, посвящена моим собакам. У меня две собаки. Одна обе дратхарихи, одна уже умерла. А другая вполне себе живая. Эту книгу я посвящаю своей живой собаке. Посвящение. Моей собаке Жаре Марковне Готсман, ушатая суки дратхару, которая больше всего на свете, любит фрикадыльки и слушать сказки. Посвящается. Рассказ называется «Курица, которую звали Чайка». И опять, после «Курицы, которую нет запятой», потому что «Курица, которую звали Чайка» – это имя и отчество курицы. И как во всех этих 20 странных сказках, которые изданы в разных издательствах. Итак, «Курица, которую звали Чайка». Курица, как курица. Не то чтобы толстая, но и не худышка. Копошливая. Жила курица в станице на птичьем дворе у Алки Гунтарь. Ковырялась, в навозе кудахнула, несла яйца. Но вдруг почудилась курица, что ее окликнули с неба. И крик был такой странный, нежный, пронзительный и скрипучий. Разум. Печальный и счастливый, подумала курица. И пахнет морем. Хотя, что такое море, курица не знала. Курица задрала голову в небо и увидела божественной красоты птицу. Птица смотрела на курицу. И курица смотрела на птицу. Птица пласталась по воздуху и, казалось, даже не шевелит крыльями, а просто плывет по небу. «Ты кто?» – спросила курица. «Чайка», – сказала чайка. «Какая она красивая!» – вдохнула курица. «Как сон!» Потом птица резко вскрикнула, взмахнула сильными крыльями и исчезла. «Она меня позвала!» – таращилась пустое небо курица. «Я сейчас!» – закудахнула курица. Бестолково забила крыльями и понеслась следом. Со всего размаха врезалась в забор и упала, как мертвая. «Может, и привидела все!» – трясла головой курица. Курица постояла и снова стала клевать вместе со всеми. Но птица так и стояла перед ее носом. И опять почудилась курица. Ее окликнули с неба. Курица содрала голову. В небе никого не было. И пока другие курицы клевали, кудахтали, гребли лапами, курица то ходила задранной в небо башкой, то вдруг распластывала крылья, вытягивала гусем шею, подпрыгивала. И, как кулек с тряпьем, плюхалась пыль. Снова и снова. «Данилыч!» – крикнула Алка мужу.